Завершается первый этап реализации федерального закона о дальневосточном гектаре. Насколько готовы территории региона ко второму этапу, который начнется с 1 октября. И когда право на землю получат жители всего Дальнего Востока, расскажет Алла Авдеева. Каждый житель Дальнего Востока сегодня знает, что при желании может получить свой дальневосточный гектар. На выбор 9 регионов решили какой? Оформляйте. Земля ваша на 5 лет. Чем вы будете на ней заниматься, тоже решать вам. Главное в рамках закона. Можно построить дом, начать бизнес, заняться сельским хозяйством. Земля оформляется во временное пользование. После 5 лет ее можно либо арендовать, либо получить в собственность. Но только в случае подтвержденного использования участка. В Якутии свой гектар можно получить пока только в пилотном Нерюнгринском районе. Такой подход, когда закон опробируется в отдельных субъектах, на отдельно взятых территориях, большинством регионов признан правильным, хотя и выявил много проблем. Одна из основных – занятые и используемые гражданами, но не оформленные по закону земли. То есть не обозначенные на кадастровой карте. Для граждан, желающих получить свой гектар, они в свободном доступе. В случае, если до 1 октября, до начала действия данного закона на территории Ленского района, граждане не легализуют свои отношения в плане землепользования, то их участок может быть предоставлен третьим гражданам. А это уже ситуация конфликтная. Гражданин, который не узаконил свои правоотношения, будет лишен этого участка. В случае, если появится заявитель. То есть у нас не будет возможности как-то защитить. По мнению специалиста, даже такая инстанция, как суд, не сможет помочь гражданам, допустившим халатность по отношению к самим себе. Тем, кто десятилетиями возделывал землю, выращивал на ней картофель, косил сено, пас домашний скот, это может показаться крайне несправедливым. Приближается второй этап реализации закона. С 1 октября начнется предоставление земельных участков на территории всего Дальнего Востока. Их смогут получить все жители Якутии. Еще через 3 месяца на Дальневосточную землю вправе претендовать любой россиянин. Даже при таком масштабном подходе не все земли попадают под выдачу населению. А в Ленском районе нельзя заявить о желании получить участки в Ленске, Витиме и Пеледуе. У нас еще есть 4 особо охраняемые природные территории. Они тоже закрыты для предоставления участков в рамках 119-го федерального закона. Нельзя взять земельный участок прямо на берегу реки. Это земли общего пользования. В том, что некоторые земли будут защищены системой, нет никакого сомнения. Чего нельзя сказать о гражданах. Они могут допустить ошибки. Главное не воспользоваться правом, которое предоставило государство и не оформить для себя участок, например, сельскохозяйственного назначения или даже лесного фонда. По мнению руководства страны, закон направлен на развитие Дальнего Востока и повышение к нему интереса со стороны россиян. Не будем забывать, что на территории федерального округа расположена и наша Якутия. Алла Авдеева, Михаил Сенаторов, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».